Должна ли женщина отчитываться перед мужчиной? Тебя заставляют быть служанкой или как будто ты рабыня, которая должна отчитываться перед мужчиной. Я согласен, что это недостойное мужское поведение требовать от тебя чек и отчет. Есть мужчины-тираны, вот знаете, такие жуткие тираны, которые он по поводу и без повода к тебе придирается. Да, он говорит, ты сходила в супермаркет, что ты там купила? Слушай, пришли ему довольную свою фотографию, свой отчет в виде тебя довольной. И если тебе не понравится результат, ты можешь сказать, да, этот Ярослав фигню несет в своих видео. Не буду я этого больше никогда в жизни делать. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Должна ли ты отчитываться перед мужчиной? Давай начнем с базового правила. И о нем часто пишут в интернете, ты никому ничего не должна. Или еще более такая философская фраза, никто никому ничего не должен. Но при этом нужно понимать, если я как-то себя веду, я какую-то реакцию вызываю у других людей. Или же у партнера, с которым я в отношениях. Или, например, должен ли я следить за диетой? Или должен ли я питаться правильно? Я никому ничего не должен. Но если я не буду правильно питаться или не буду переедать, скорее всего у меня будет лишний вес. То есть у меня будет у моих каких-то действий, будет определенное последствие. Здесь то же самое. И если разбираться, должна ли ты отчитываться. Еще раз, ты не должна. Но что хочу донести? Что большинство девушек и женщин относятся к этому, как будто тебя заставляют быть служанкой. Или как будто ты рабыня, которая должна отчитываться перед мужчиной. И суть этого видео в том, что я хочу донести. Просто попробуй. Просто попробуй. В хорошем смысле слова заставить себя это сделать. Например, дать для себя эксперимент. Я буду на протяжении недели, двух, трех, четырех отчитываться перед мужчиной. И желательно, чтобы ты это делал с удовольствием и с улыбкой. А не потому, что я тебе в этом видео сказал. Или потому, что ты кому-то должна. Что происходит в этом случае? Например, мужчина тебе дает деньги. И ты идешь в супермаркет или в салон красоты. Или идешь платье покупать. Попробуй после этой покупки, после этой услуги, мужчине, например, показать чек. Или прислать фотографию, как бы такой, знаешь, фотографию отчет. Какая ты стала еще красивее. Или как ты стала еще более довольна. Или ты сходила на какие-то спа-процедуры. И после этого ты такая довольная и счастливая. Все у тебя круто. И ты как бы в форме некого отчета показываешь свою довольную, счастливую фотографию для этого мужчины. Может быть, это муж. Может быть, это поклонник. Не знаю, может быть, это даже бывший, который сделал тебе подарок. Может быть, на день рождения тебе какой-то мужчина что-то подарил. Или, может быть, это вообще какой-то знакомый мужчина, с которым ты и не хочешь отношений. Но он, может быть, да, на день рождения подарил тебе какой-то сертификат куда-то сходить. Слушай, пришли ему довольную свою фотографию. Свой отчет видит тебя довольный. Еще раз, просто попробуй это делать на протяжении какого-то времени. Две, три, четыре недели. И посмотри, что будет происходить. И если тебе не понравится результат, ты можешь сказать, да, этот Ярослав фигню несет в своих видео. Не буду этого больше никогда в жизни делать. Окей, окей. Ну, просто попробуй. Многие из вас увидят положительную динамику, положительное, знаешь, изменение своей жизни в отношениях с мужчинами. Почему? Потому что, знаешь, вот эта отчетность, это как некая форма подтверждения ценности мужчины. Подтверждение, что поступок или действия мужчины, которые он совершил по отношению к тебе, для тебя ценно. Но ты это видишь, ты это подчеркиваешь, ты это признаешь. И это повлияло на то, что ты стала еще чуточку более или значительно счастливее. Даже если это мелочь. И это усиливает в мужчинах желание делать для тебя больше. Хотя при этом нужно понимать, что, конечно же, есть мужчины-тираны. Ну, ты знаете, такие жуткие тираны, которые он по поводу и без повода к тебе придирается. Знаешь, может быть, некий отчет, когда у вас отношения хорошие, да, ты можешь пробовать. Но я понимаю, что бывает, когда отношения уже стали плохие. Конечно, ты в этом не виновата. В этом виноват президент. Но если сейчас стадии отношений таких, когда мужчина-тиран, да, он говорит, ты сходила в супермаркет, что ты там купила, да, или он там дал тебе небольшую сумму денег, ты ее потратила. Ну, покажи ему чек. Ну, вот, допустим, он требует чек. Я согласен, что это недостойное мужское поведение требовать от тебя чек и отчет. Я согласен, что это недостойное поведение. Ну, ты просто, он требует, попросил, окей, скажу, хорошо, вот, пожалуйста, чек, отчет, вот, вот я сюда потратил. Показывай, просто попробуй показывать. Ну, да, если отношения сейчас на какой-то стадии такой разрушительной, это не значит, что если ты начнешь присылать чеки, которые он требует, это резко выведет ваши отношения на новый уровень. Или это какая-то панацея, которая резко спасет ваши отношения. Я просто хочу донести, относитесь к этим отчетам, да, вот, отчитыванию перед мужчиной. Относитесь этому не как отчитыванию, а как некой подчеркиванию ценности поступка мужчины. Подчеркивание и признание его ценности и трансляции твоей благодарности за это. И это будет в мужчинах приумножать желание еще больше делать поступков по отношению к тебе. И часто мужчины, которые придираются к отчетности, чтобы ты отчитывалась, вот такие придирчивые, да, это недостойное мужское поведение, но часто это происходит в таких отношениях, когда женщина дает недостаточное признание мужчине, недостаточной благодарности. И часто она говорит, да, он вообще ничего хорошего для меня не делает, но как-то тогда вступила в отношения с мужчиной, который вообще ничего хорошего для тебя не делал или не делает, но это же невозможно. Как можно или влюбиться, или очароваться таким мужчиной. Еще более подробно, как же строить по-настоящему счастливые отношения, как привлекать достойных мужчин, как перезагрузить непонятные отношения, даже если в ваших отношениях тиран. Это мы подробнее разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях твои вопросы, на которые я буду отвечать в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok